Добиться этого было нелегко. Но мы сплотились, научились преодолевать самые сложные препятствия. Появились новые ресурсы, новые люди, новые возможности. В новом году предстоит сделать еще больше. Теперь этот статус – наша новая точка отсчета большой работы на благо нашего города. В течение полутора лет руководство Кумертова проводило полномерную работу совместно с Фондом развития моногородов и другими институтами развития по диверсификации экономики и привлечению инвесторов на территорию города. Примером служит успешный опыт работы с фондом, который выделил более 300 миллионов рублей для обеспечения инфраструктуры маслоэкстенционного завода. Инвестор получил займ в размере 1 миллиарда рублей под 5% годовых на 8 лет. Серьезным подспорьем крупным производством становится малый и средний бизнес, на развитии которого только в 2016 году было привлечено порядка 95 миллионов рублей из бюджета всех уровней. Эта цифра больше показателей 2014 года почти в 7 раз. В 2016 году мерами поддержки воспользовались 111 представителей малого и среднего предпринимательства. Получатели поддержки создали 231 новое рабочее место. Почти 20 миллионов рублей направлено на стартапы. Это 20% из всего объема. 35% денег пошло на приобретение нового оборудования. 40% на покрытие лизинговых затрат. Впервые в этом году деньги выделяли и на социальное предпринимательство. Территория, опережающая развитие Кумертау, позволит привлечь дополнительные инвестиции, обеспечить занятость населения за счет диверсификации экономики. Для резидентов территории будут смотрены серьезные налоговые льготы минимум на 10 лет. Понижена ставка налога на прибыль не более 5% в течение первых пяти налоговых периодов с момента получения первой прибыли и не менее 12% в течение следующих пяти налоговых периодов. Территория, опережающая социально-экономическое развитие, это свобода от уплаты налогов на имущество и землю, а также пониженные тарифы страховых сносов, которые составят 7,6% от фонда оплаты труда вместо обычных 30%. Для получения статуса резидента необходимо в первый год после регистрации реализовать проект с объемом инвестиций не менее 5 млн. рублей и создать не менее 20 рабочих мест. В Кумертауне, дожидаясь, когда выйдет постановление о присвоении статуса ТОСР, велась активная подготовка, были сформированы земельные участки и база свободных помещений, инвестплощадки обеспечивали необходимой инфраструктурой. Городской округ готов щедро поделиться налоговыми льготами с инвесторами, чтобы вместе достичь точек роста, вывести экономику в разряд самых успешных на отдельно взятые местности, а вместе вступить на территорию успеха. Бежали все от малого до великого. 5 января в нашем городе по праву можно назвать лыжным днем. Город принял открытые епархиальные массовые лыжные гонки. В этот день на лыжном стадионе любой желающий мог отметиться на лыжне в формате оздоровительных прогулок. На Кумертаускую лыжню приехали жители с разных городов республики. Во второй раз и впервые в нашем городе прошли открытые епархиальные массовые лыжные гонки лыжня Салаватской епархии 2017. Право на проведение праздника лыжни «Наш город» получил заслуженно. Мне сегодня приятно приветствовать всех вас на нашей обновленной лыжеролевной трассе в городе Кумертау, которую мы начали восстанавливать именно в 2016 году. Мне очень приятно, что именно вот эта лыжня, вторая лыжня епархиальная, проходит в нашем городе. На новой лыжеролевной трассе Борис Беляев провел экскурсию с ветерком для владыки Николая. Вместе они проехали на снегоходе. Я хотел бы пользоваться случаем, поблагодарить главу администрации Бориса Владимировича Беляева, а также администрацию города Кумертау и выразить надежду, что и в дальнейшие годы это спортивное мероприятие будет здесь организовываться. Очень хорошая трасса и со склонами, и подъемами, и с перепадами высот. Старт гонки был дан ровно в полдень. В программу соревнований вошло четыре забега. Один из них – так называемый ВИП-забег. Победил в этом старте урожень с города Кумертау Владимир Казаков. Стоит отметить, что Владимир традиционно участвует в этих соревнованиях. В прошлом году принял участие в первых епархиальных лыжных гонках в городе Ишимбай. Участвую в данных соревнованиях. В прошлом году мы в Ишимбае участвовали. Тоже пандевел. Но здесь на родной земле надо было выиграть. Впечатление положительное. Сейчас праздники. Настроение, само собой, поднятное. Хочу пожелать всем горожанам, чтобы занимались лыжами. Ну и приходили вот в таких соревнованиях, участвовали. И настроение поднимает. А вот сами всем поднимают настроение. Ну и всем хотел бы пожелать здоровья. Все призеры были награждены грамотами и кубками. Соревнующиеся боролись отнюдь не за награды. Главным все же было участие. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин. Телекомпания «Арис». Шабагишское сельское поселение в 2016 году впервые участвовало в программе поддержки местных инициатив. Благодаря программе стала возможной реализация проекта, который сами жители посчитали наиболее важным для своего поселения. На общем собрании было поддержано предложение отремонтировать дом культуры. До этого здание 30-летней давности практически ни разу не обновлялось. Мы и прошлые годы, и раньше проводили мероприятия, и прямо в глаза бросалось вот именно состояние нашего садыка, что необходим хотя бы небольшой ремонт, потому что с годами уже, значит, все это немного устаревает. Поэтому мы так рады и так благодарны, что так все получилось именно перед Новым годом. Реставрация длилась всего 10 дней. В результате проведен косметический ремонт в здании, закуплены новые кресла, новый занавес, оформлена сцена. На праздничные мероприятия по поводу завершения реализации проекта собрались жители села. Всех присутствующих поздравили с этим значимым событием глава администрации Куэргазинского района Ахаткутлу Ахметов, а также глава сельского поселения Альфия Ханбекова. Тем, кто принимал активное участие в ремонте Дома культуры, спонсорам, членам инициативной группы, а также активным жителям были вручены благодарственные письма. Проблем много на сельском поселении, но решили все-таки первоначально проблему именно обозначить вот этот клуб, ремонт клуба. И я думаю, у нас все получилось. И люди поддержали. И вот видите, какой обновленный красивый клуб у нас получился. Я думаю, он будет долго служить. И наши дети, и взрослые смогут участвовать, и спектакли показывают, премьеры. Мы можем приглашать уже, как говорится, хороших артистов, больших артистов на нашу сцену и смотреть, радоваться. Всего по республике рассматривалось более 600 проектов. 458 из них были одобрены. В этом числе и ремонт клуба в селе Шабагиш. Кстати, на сегодня это первый в Куэргазинском районе проект, реализуемый по программе поддержки местных инициатив. В будущем году таким работам будет уделяться особое внимание, отметил глава администрации района Ахат Кутлахметов. У нас все сельские поселения в этом году участвовали, однако только в это Шабагишское сельское поселение попали. Вот выделено всего 374 тысячи рублей из бюджета республики. 50 тысяч собрали сами жители, 23 тысячи собрали от индивидуальных предпринимателей. И сельского поселения 50 тысяч. Итого, где-то около 500 тысяч денег сегодня выложено для сельского клуба. Это, конечно, здорово. С одной стороны, это хорошо, что у нас в республике именно работают такие программы. Есть реальные дела, люди уже участвуют. Все-таки закон 131, который гласит об общих принципах организации местного самоуправления, гласит таким, чтобы люди сами на местах решали. В этот день жители села праздновали второе рождение сельского дома культуры. Двойной праздник для Рашида Ахмадуловича Ишмуратова. Ветерану Великой Отечественной войны 30 декабря исполнилось 90 лет. Глава администрации Ахат Кутлахметов вручил ветерану памятные подарки и поздравительный адрес от президента страны. В свою очередь Рашид Ахмадулович поздравил односельчан с наступающим Новым годом и отметил, что клуб действительно преобразился, а значит, молодежи будет где проводить свободное время. Для сельской местности это обязательно надо, потому что молодежи некуда податься. Вот им надо, чтобы какое-то место, чтобы они собрались. На ремонт, что называется, собирали всем миром. Никто не остался в стороне, говорят представители инициативной группы. Мы прошли по всем дворам, как говорится, и по 200 рублей с каждого двора все отдали. Мы собрали вот сколько нам было положено, 50 тысяч. И народ нас поддержал. И население нас благодарит. И мы тоже население очень-очень благодарим. Аллах версай, у нас всё будет хорошо. И новые-новые программы сделаем. Для гостей и жителей села в обновленном Доме культуры была организована праздничная концертная программа с участием вокальных и танцевальных коллективов. Остается пожелать, чтобы клуб никогда не пустовал, всегда был наполнен яркими мероприятиями. Теперь, не обращая внимания на жару, холод, дождь и снег, продавцы могут торговать, а покупатели приобретать необходимые товары. С мая текущего года куэргазинцы наблюдали за ходом строительства нового павильона в центре села Ермолаева. Работы велись предприятием «Автобаш-сервис». После того, как все они были завершены, здание прошло приемку и в канун Нового года гостеприимно распахнуло свои двери для продавцов и покупателей. Радость вместе с жителями села разделил глава района Ахат Кутлахметов. Генеральному подрядчику, а также всем, кто оказывал содействие в строительстве, Ахадьев Датович вручил благодарственные письма. Поздравили куэргазинцев с этим знаменательным событием и артисты районного дома культуры. Чтобы отмышлен утром раньше находки два, кто-то сказал кому-то главные слова. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а, вертится без семьи. Символическая лента разрезана, и торговый центр приглашает всех жителей за покупками. Эта мечта была у меня давно, поэтому я не мог найти инвестора, потому что за счет бюджета такие вещи нельзя, объекты строить, поэтому нужен был инвестор. Но инвесторы не созрели, я многим предлагал, но наконец-то появился у нас Никитин, Денис Александрович, еще Ахмезьянов Ринат, потом еще Кахно с города Кумартау. Вот они троем в этом году решили участвовать на аукционе. И вот Денис Александрович Никитин выиграл, и в результате он дал мне руку и сказал, Ахмезьянович, я говорю, обязательно вам построю, вы мне поверьте, я сделаю все. Среди гостей и почетной гражданин Куйргазинского района заслуженный работник сельского хозяйства республики Раиль Абдрашитов. Сегодня вот перед Новым годом праздничное настроение у нас, поскольку в районном центре нашего района открылся торговый центр. Это объект люди давно ждали, поскольку все-таки это необходимый объект для населения, потому что до этого многие ездили продавать свои товары в Кумартау, и наши жители Ермолаева и района ездили в Кумартау на рынок покупать товары. А сейчас у себя на месте. И объект построен очень хорошо, построен качественно, я хочу сказать, приятно здесь. Поэтому я считаю, это большой подарок населению сделали администрации района и подрядчик. Подрядчик на собственные средства построил агрорынок крытого типа, где имеются комнаты гигиены, холодильники, лаборатории для проверки качества реализуемой продукции. Контроль качества у нас полностью собираемся. Мы совместно работаем с ветлечебницей, которая будет здесь непосредственно своего человека ставить и будет проводить и клемешку здесь, и анализы всех мясомолочных продукций. Полностью будет контролироваться здесь на базаре. Площадь рынка составляет 540 квадратных метров. Она рассчитана на 50 торговых точек. Большая часть практически уже арендована предпринимателями. В торговых точках смогут реализовывать свою продукцию личные подзобные хозяйства и крестьянско-фермерские объединения. Для покупателей в широком ассортименте предложены мясо, колбасы, овощи, фрукты, кондитерские изделия, молочная продукция и мед. Те, кому предстоит осваиваться под новой крышей, полны хорошего настроения и больших надежд. Говорят, теперь будет больше возможностей обеспечивать население качественной продукцией. Свою продукцию приходилось раньше реализовать в основном на ярмарках, на улице, то есть как бы на холоде. Естественно, и за хозяйством, когда ухаживаешь, тоже на улице находишься, потом еще на улице и постоянно в холоде. А здесь, конечно, комфортно, уютно. Вот уже видите, как разделись практически полностью. Ну, большое спасибо, конечно, всем, кто это организовал. Продавцы и покупатели уже успели оценить преимущества нового рынка. Это комфорт и удобство. На данное время вот открыли этот павильон. Вы знаете, это красота, это удивительно, что у нас в Ермолаево есть такой павильон. Лучше, чем в городе. Я довольна, и я думаю, наверное, все покупатели будут довольны. И продавцы стоят на холоде, мороз, снег, дождь. А товар же портится, ведь все-то сверху и дождь, копытый, снег. А вы нам вот очень даже понравилось. Вы знаете, я прям вот с удовольствием пришла сегодня. Да, удобно, очень тепло, уютно. Весь товар на лицо. Все прекрасно. Район процветает. Открытие нового рынка пришлось как нельзя кстати. Многие поспешили сделать покупки к новогоднему празднику. Айгуль Мухамедшина, Владимир Кузьмин. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова